всем добрый день друзья мои продолжаю снимать утерянные видеоролики которые сохранились во флеш-картах старые ролики и они были загружены на старых каналах которые в результате этих сливов собственно говоря пропали и дабы где-нибудь опять кто-нибудь из шустрых товарищей не взял не присвоил я решила эти все работы которые меня были на каналах по новой перезагрузить они сохранены на флешках основное количество этих флешек москве находится поэтому да и смысла нет старые ролики загружать там качество не очень решила по новой все эти заговоры шепотки и прочее которые у меня на этих каналах были но растерялись я решила их загрузить по новой там достаточное количество вот поэтому начну пока шепотков и так почему шепотки я уже об этом объясняла потому что есть определенные духи определенные силы которые слышат вот на своих частотах именно шепот и шепот очень быстро помогает в определенных случаях шепотки или скоропомощники это дополнение к ритуалам заговором они просто помогают здесь и сейчас вот данный момент если часто их делать и естественно они постоянно будут в определенный момент помогать это вспомогательные работы если вы делаете вместе с ритуалами а если в какой-то момент у вас такой вот сложный период и естественно вот в это в этот момент на этот случай шепоток именно вот данный момент поможет но их нужно повторять потому что их действия недолговечны то есть помогает вот сейчас итак продолжаем шепотки на деньги начитайте на мелочь и кладите кошелек не важно сколько там не знаю там горстка мелочи там где 20 копеек или монет кладите в кошелек и пусть у вас постоянно будет все время оттуда вытаскивайте начитывайте кладете кошелек как помните вот собрали за покупками там проверяйте деньги в кошельке вот и начитали заодно и положите туда не будто оберегать эти деньги но потратите снова начитайте то есть они не теряют силу имею ввиду ничего плохого не случается но просто они перестают работать когда вы тратите челы на мед а деньги ко мне деньги к деньгам и все в мой кошель до сбудется здесь можно читать несколько раз три раза шесть раз по-разному как как вам угодно здесь нет определенной конкретной цифры и не нужно челы на мед а деньги ко мне деньги к деньгам и все в мой кошель до сбудется когда смотрите на поле и пшеничное поле можно смотреть зимой летом в любое время потому что эта земля которая рождает хлеб а хлеб кормит старый млад и мы это знаем да это по сути кормилицы страны поля вот глядя на поле пшеничные начитывайте поле тебе пшеницу рожать хлебом народ кормить а мне добро приумножать семью кормить так тому и быть можете начитать раз шесть поле тебе пшеницу рожать хлебом народ кормить а мне добро приумножать семью кормить так тому и быть наливайте воду в бокал а после воду пьете такие шепотки помогают ну вот например на работе вам нужно что-то продать того вы там работаете рекламным агентом или риэлтором или еще что-нибудь естественно для более крупных продаж и больших денежных таких вливаний вам нужно более серьезные сильные ритуалы проводить но если вы на работе постоянно будете этот шепоток читать это будет дополнение иногда даже у некоторых людей шепотки получается намного лучше чем даже сильные ритуалы да такие более сложные это тоже это тоже зависит от энергии человека на смотря какое притягивает и как вот что ему подошло больше и так наливая в бокал читайте и залпом пьете вода в бокал наливается деньги мои растут и приумножаются заклинаю на читали три раза и выпили воду дальше знаете есть такое выражение как когда дома что-то разбивается говорят злой класс лопнул а чтобы перебить это зло иногда предметы дома принимать на себя и такой энергетический удар зависть с глаз вот человек пришел посмотрел похвалил вас будет такая люстра какая красивая там и так далее и люстра раз и упала или там эти все лампочки полопались или что то еще злой класс зависть если у вас хороший дом красивый тогда люди не спрашивают как это вам досталось люди люди завидуют сразу же и все если у тебя есть у них нету значит ты уже объект зависти и тут ничего не объяснишь какой ценой что их не волнует они закулисную жизнь не видят они видят результат так вот когда вы чувствуете что вот постоянно какие-то денежные затраты дома непонятные возьмите любой там любую посуду предмет из посуды да можете рюмку можете там значит чашку маленькую можете блюдце значит выходите за порог дома и разбивайте ну можете у себя в этом в огороде или во дворе прям разбили с размаху шесть раз нашептали эти осколки собрали и выкинули просто выкинули в мусорку и вот в этот день то есть на ближайшее время у вас эти расходы прекратятся если у вас нет возможности делать более сильные ритуалы данный момент или вам нужно вот например вот что-то сломалось вам позвонили там на сын муж вот у меня там машине что-то сломалось надо идти починить чтобы слишком много расходов не было чтобы еще что-нибудь в этот день не случилось просто отведите эту беду сверху еще раз повторю если не сказала не помню что для того чтобы обнулить то обезвредить вот это вот злую энергию говорили к деньгам или к счастью вот не просто так все что мы делаем это называется архетип то есть то что у нас заложено генетически подсознание нашими языческими предками и мы это принимаем как бы вот приметы там и кто-то верит тот не верит на самом деле это все работает даже для тех кто не верит это не имеет значения самое главное уважение к силам даже не вера вот сто процентов это нет уважение к этим силам этого достаточно чтобы сработало и так значит разбили и говорите злой глаз лопнул звук выгнал бедную бедную старуху это к деньгам заклинаю смотрите вообще многие люди очень много работают стараются но почему-то вот никак не получается отложить и почему так происходит есть такой момент как только деньги поступают их тратить нельзя деньги должны переночевать дома так считается поэтому те деньги которые вы в этот день получили не тратьте оставьте хотя бы на ночь некоторые например говорят вот сегодня мне должны поступить деньги тут же поеду куплю шубу купили эту шубу и дальше ничего не идет все вот прям остановилась денежная сила долгое время не идет они не понимают почему потому что деньги они должны были переночевать дома насытить ваш дом энергии денежной только после этого вы могли их тратить получили деньги даже если на карту вам поступили на читайте над картой там тоже ваши деньги итак читаем шесть раз деньги деньги денежки переночуйте в моей хате меня сделаете богатой растите приумножайтесь в доме моем собираетесь да будет так во веки веков и из века в век истинно деньги деньги денежки переночуйте в моей хате меня сделаете богатой растите приумножайтесь в доме моем собираетесь да будет так во веки веков и из века в век истинно дальше когда вы чувствуете вот в этот день что-то не удается не получается у вас нет времени делать ритуал там заговоры искать читать можете нашептать на воду даже на работе свою значит умывая руки водой говорите вода водится кровная сестрица смой унеси в земле раствори безденежье и неудачу как ты вода стекайся так и безденежье уходит истинно дальше есть такой древний обряд у купцов я более подробно потом как бы сниму и подарю вам но сейчас дарю виде шепотка нужно возле какой-нибудь скажем так вот где храните украшение и так далее возле вот и ваших украшений да так скажем нужно туда ставить кувшин именно кувшин глиняный маленький кувшинчик можно ну или такое что-нибудь из глины горлышко так более широкое и постарайтесь часто можно каждый день но часто и дайте туда монету именно монету то есть именно там звенящую монету и говорите эти слова шесть раз когда в кувшине соберутся деньги эти деньги должны быть потрачены именно на вас не на еду не нашу что-то такое что вы будете носить и так далее если вам не хватит естественно туда денег ну добавьте свои такие вот мелочи можете разменять где-нибудь взять более крупные суммы денег и естественно потратить но обязательно должны купить что-то себе или со временем вы заметите что ваш достаток будет расти больше и больше потому что это называется научить себя любить себя свою энергию усиливать повернуть тонкий мир на свою сторону вот я хочу набирается я себе покупаю нельзя не ребенку никому либо это должно быть именно ваше и так читайте вот кинули монету одну три сколько угодно и читайте деньги в кувшине дайте монеты приходи богатая доля монеты богатство приведут копейка рубль сбережет и все во благо мне заклинаем дальше над кошельком значит глядя в кошелек читайте каждый раз как часто кошелька берете просто начитайте все на небе звезд не сосчитать в океане капель не сосчитать у птиц перьев не сосчитать в лесах деревьев не сосчитать у меня денег не сосчитать заклинаю вот это вот не сосчитать это один из самых сильных ключей в магии делюсь секретов и чем чаще она встречается конечно нелепо его нельзя пихать во все заговоры но одну истину связываешь другой истиной получается действительно не сосчитать это же правда нет такого человека не будет такого времени чтобы это можно было сосчитать вот если придет такое время когда это можно сосчитать тогда деньги закончатся но это время не будет поэтому одну истину связываешь другой на небе звезд не сосчитать в океане капель не сосчитать у птиц перьев не сосчитать в лесах деревьев не сосчитать у меня денег не сосчитать заклинаю три раза читайте часто над кошельком и аккуратно складывайте туда деньги кошелек это дом ваших денег дальше подметайте дом вот наизусть выучите или день запишите и пусть это входит в привычку каждый раз когда подметайте дом начитать этот заговор со временем вы заметите что у вас оздоровится в доме энергия и денежная энергия вообще вот эта вот атмосфера мету мету бедность сметаю в дом мой добром дом мой добром наполняю я так желаю заклинаю миту мету merit нитю бедность метаю а домой добром наполняю я так желаю заклинаю ну сколько раз хотите пока метете между делом говорите эти слова дальше запомните деньги любят счет это не просто так сказано. Деньги любят, когда вы им передаете свою энергию. Некоторые люди стараются деньги не считать. Они избегают этого момента, потому что им грустно от того, что мало денег. Они нервничают. Как бы считать и помнить о том, что там мало и это на нервы действует. Они предпочитают вообще не считать, вот как есть так. Это неправильная позиция. Во-первых, вы передаете деньгам свою энергию. Люди, которые любят считать, и вот дотошно считают, купюра к купюре, там значит, картина к картинке. У них всегда есть деньги. Деньги любят счет, потому что вы передаете свою энергию, вы их оживляете. И они будут притягивать новые деньги. Попробуйте пересилить этот момент и начать считать часто. Даже если там 10 тысяч, пересчитывать несколько раз и класть. Через некоторое время там будет 100, а потом 200 и так далее. Считая деньги, всегда читайте какой-нибудь полезный заговор. Ну, вот, например, шепоток я вам даю. Деньги счет любят, деньги почет любят. А я деньги люблю. Приходите, у меня живите. Много-много еще больше. Всем вам места хватит, истинно. Пока считайте. Вот насчитали там, положили 100 тысяч там, отложили, начитали. Еще раз эти 100 тысяч пересчитали, снова положите, снова начитайте. Так шесть раз. Деньги счет любят, деньги почет любят. А я деньги люблю. Приходите, у меня живите. Много-много, еще больше. Всем вам места хватит, истинно. На деньги. Опять же, ну вот, идете что-то покупать. Начитали на деньги, положили в кошелек, и поехали. Богатею, богатею, богатею. Над всеми богачами я царь-государь. Заклято. Ну, это можете читать, когда над кошельком, считая деньги, получая сдачу, без разницы. Богатею, богатею, богатею. Над всеми богачами я царь-государь. Заклято. Теперь на сдачу. Сдача имеет очень большое символическое значение в магии. Не зря говорят, сдачу не берут. Там некоторые там что-то покупают, да, на какие-то откупы. Потому что есть определенные работы, когда ты должна оставить какой-то откуп там изначально. Это, во-первых, не взять сдачу сразу же. Во-вторых, отсекать энергию с продавцом. Это долгий вопрос, это потом я вам объясню. Но, когда берете сдачу, просто что-то купили, взяли сдачу, неважно мелочь или что. Сейчас многие платят карты, поэтому, ну, редко приходится это читать. Но, если приходится, начитывайте на сдачу. Вот вышли с магазина, пока сдачу в руке, держите, начитайте три раза и кладите в кошелек. Беру сдачу и удачу в придачу. Копейка копейки монета к монете и так миллион соберу истинно. Это не перетянуть удачу, это не крадник. Это просто приумножать свои деньги с помощью вот той энергии, которая царит в супермаркетах, на рынках. Там же энергия, оживленный торг идет. Естественно, вот там живет денежный дух. И вот в тех местах, тут же, получая сдачу, начитывая, древние люди знали, что говорили и зачем. В этих местах особенно сильно слышатся денежные заговоры. А где ты начитаешь так? Там, где сдачу взял. Ты же сдачу домой не понесешь, там читать, правильно? На месте прочитал и положил кошелек. Еще раз. Беру сдачу и удачу в придачу. Копейка к копейке, монета к монете. И так миллион соберу. Истинно. Ну, пользуйтесь во благо. Я пока подготовлю свои другие работы и надеюсь, что одну серию шепотков я все-таки в ближайшее время доснимаю, подарю вам и уже спокойно пойду заниматься другими делами. Всем удачи и всех благ! До новых встреч! Редактор субтитров